Здравствуйте, уважаемые читатели! На Северокавказской дороге прошло межведомственное совещание железнодорожников с пограничниками и таможенниками. Речь шла об отставании от графика пассажирских поездов, связанного с проверками паспортного контроля в полиграничных зонах. Надо сказать, что сегодня пассажирские поезда идут с 8% отставанием от графика. Например, достаточно яркий пример – это поезд Москва-Сухуми-Москва. Например, в южном направлении только с 1 по 16 июля он задерживался 16 раз с общим отставанием по времени на 18 часов. А в обратном направлении задерживался 10 раз с общим отставанием более 4 часов. Причины задержки кроются как в недостатке контролирующего персонала, то есть собственных пограничников, которым просто не хватает нарядов для того, чтобы проконстролировать очень загруженный поезд, в котором перевозится одновременно до 600 пассажиров, так и от самих пассажиров, которые, как утверждают пограничники, просто бывают не готовы к проверке документов. Вину железнодорожникам, например, пограничники ставят то, что они не готовят пассажиров к зонам пограничного контроля, не собирают паспорта. Ну а, в свою очередь, железнодорожники говорят о том, что у них нет на это права, чтобы собирать паспорта у пассажиров. Это не предусмотрено. Они не имеют на это права, никаких законных оснований, как не имеют и права и не продать пассажиру билет, а также не пустить его в поезд, если у него недостаточно каких-то документов. Ну а причины задержек еще и в том, что у пассажиров не всегда бывают оригиналы документов, часто предоставляются копии, часто предоставляются копии свидетельства о рождении, не заверенные нотариусом. И поэтому, чтобы решить этот вопрос, железнодорожники считают необходимо обратиться на самый высший правительственный уровень с тем, чтобы изменить законодательство и дать железной дороге право пускать в поезд пассажиров только тогда, когда у них есть все соответствующие документы для поездки через границу. Добрый день. В сегодняшнем номере наша газета продолжает рассказ о новейших технологиях, которые используются на отечественном железнодорожном транспорте. Как рассказал в нашей газете генеральный конструктор и генеральный директор ООО «Российские космические системы» Юрий Урличич, космические технологии все более широкое применение находятся, в том числе и на отечественном железнодорожном транспорте. Всем хорошо известная система GLONASS GPS помогает железнодорожникам, в частности, лучше перевозить грузы, в том числе показываясь временные координаты. Помимо этого, такие космические технологии мешают существовать так называемые левые рейсы на других видах транспорта. Они мешают сливать безнаказанно топливо водителям грузовиков и решают целый ряд других задач. Ну а самая главная задача, по мнению Юрия Урличича, космических технологий, это повышать комфорт и удобство для всех жителей. В частности, всем хорошо знакомые средства мобильной связи просто не могут обойти беспутниковые технологии, ведь эти приборы помогают, в том числе, синхронизировать время. Благодаря этому повышается и точность, и качество сигналов, которые мы каждый день слушаем в наших мобильных телефонах. Одна из последних разработок ученых космической отрасли, так называемые прослеты безопасности, которые могут носить и пожилые люди, и маленькие дети, и все, кто нуждается в постоянной опеке и уходе. Установлены там датчики, реагируют даже просто на падение людей, и в этом случае помощь придет независимо от того, нажал кнопку вызова инвалид или нет. Также, по мнению ученого, космические и спутниковые технологии будут решать и очень важные другие задачи, в частности, предсказывать землетрясение, помогать при ликвидации последствий аварий и во многих других случаях. Все это позволяет с оптимизмом смотреть будущее нашей российской космической отрасли. Добрый день! В этом номере Гудка, на четвертой странице, читайте о том, какие новые тепловозы появятся на Сахалине. Синара выпустит новые тепловозы для Сахалинского региона, дальневосточной железной дороги. Парк на Сахалине давно нуждается, парк Тягия давно нуждается в реконструкции, даже, можно сказать, в замене. Действующие тепловозы здесь ходят уже больше 40 лет, и срок службы их уже превышает. Положенный. Вместе с тем осложняется обстановка из-за того, что ремонт производится некачественный. Были не один и не десяток случаев отказов, и снимали, и посылали на рекламацию тепловозы. Из-за этого приходилось даже снижать вес поездов. В общем, это, конечно, большая проблема. И сейчас вот Синара будет поставлять сюда новые тепловозы, специально сделанные для Сахалина. Примечательно, что эти тепловозы, они могут использоваться и сейчас, и потом, когда будет завершена перешивка калии. Дело в том, что ведь на Сахалине до сих пор часть дороги, значительная часть, идет по старой калии, еще японской. И сейчас здесь идет перешивка на стандартную калию, стандарта материкового. Так вот, эти тепловозы сделаны так, что не будет никаких проблем перевести их уже с узкой калии на широкую, что, конечно, будет очень удобно и дешево. Добрый день. На первой странице свежего номера ГУДКа читайте материал о том, что пригородные пассажирские компании, занимающиеся пригородными перевозками, готовят иски в суд против регионов, которые не оплачивают попадающие доходы. Это сейчас в августе уже готовы документы, и в августе подадут иски в суд. Свердловская пригородная пассажирская компания, Волговятская пригородная пассажирская компания и Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Также готовят сейчас документы Кросспригород, компания Кросспригород. Они, соответственно, к трем областям вдвигают требования оплатить общий свой убыток за пригородные пассажирские перевозки в размере одного миллиарда рублей. Но это еще не все. Целый ряд других компаний также готовят досудебные претензии, так называемые, к областям и регионам с требованием общей суммы еще на 1,3 миллиарда рублей. Вообще, многие регионы не оплачивают выпадающие доходы у пригородных компаний, что является незаконным. И по суду эти компании хотят доказать необходимость получать свои компенсации. Дело в том, что машинисты работают в поездах, эксплуатируются, ремонтируются и так далее. А кто за все это должен платить, становится непонятным. Аж 19 областей из тех, где используют пригородные пассажирские перевозки, железнодорожные, не платят вообще ни копейки. Целый ряд платят совсем небольшие деньги. И пора уже поставить точку на таких незаконных действиях регионов. Редактор субтитров А.Семкин